Здравствуйте! Тема нашего урока «Ак-Орда. Основа казахского ханства». Сегодня на уроке мы объясним исторические этапы формирования казахской государственности. Установим историческую преемственность Ак-Орды, ханства Абулхаира, Нагайской Орды, Магулистана и Казахского ханства. На прошлом уроке мы с вами говорили о политической истории государства Ак-Орда. Давайте вспомним, на какие государства оно распалось. В конце 20-х годов XV века на всей части степной территории Ак-Орды происходит смена правящей династии в результате ожесточенной борьбы чингизидов и кочевой знати. Возникновению и расширению этой борьбы способствовали ослабление и упадок Ак-Орды, обусловленные многими причинами политического и социально-экономического порядка. Причины войны и усобицы, разгоревшиеся в первой четверти XV века на территории восточного дэшты Кыпчака, выдвинули потомка шайбана, сына даулат шайха султана Абулхаира, который после шайбанида Джумадук хана в 1428 году был провозглашен ханом. Абулхаира ему было 17 лет, поддержала около 200 крупных представителей родов и племен. Территория ханства Абулхаира. От Иика, Урала на западе, до Балхаша на востоке, от низовья в Сырдари и Аральского моря на юге, до среднего течения Табола и Иртыша на севере. Территория восточного дэшты Кыпчака оставалась политически раздробленной. Абулхаир хан только к середине 40-х годов XV века присоединил к своим владениям степные территории бывшего улуса Урда-Ижена, вплоть до Иртыша и северо-западного Прибалхашня. Наибольших усилий и времени потребовала Табулхаира подчинение территорий Ак-Урды в ее южных регионах, при Сырдарье, районе Каратау и в низовьях Сырдарьи, в степях северного Приоралья, между речи Эмбы и Урала. Главной причиной похода Абулхаир хана в район Нижней Сырдарьи была не только династийная борьба, но и необходимость занять зимние пастбища в районе Сырдарьи и Приоральи. Захват Низови и Сырдарьи мог открыть дорогу городам Туркестана, столь важным для укрепления могущества кочевого государства. Этнический состав ханства Абулхаира. Копчаки, Найманы, Мангыты, Карлуки, Конраты, Канлы, Уйсуни, Уйгуры и другие. В исторических источниках XIV-XV веков население ханства Абулхаира носило этноним «Узбеки», а также название ханства Абулхаира «Государство кочевых узбеков» или «Узбекское ханство». Для укрепления своей власти и государственности, а также в угоду поддерживающей его знати, хан Абулхаир вел завоевательные войны не только в ханстве, но и за его пределами. В начале своего правления, в 30-40-е годы XV века, Абулхаир вел военные действия против потомков Урда-Ижена. Восточный Дыштык-Ипчак полностью перешел под власть Абулхаира. Также он проводил военные походы на Южные области с целью захвата и покорения новых земель. В 1430 году он захватил Хорезм, Орда-Базар, разграбил Ургенч. В 1446 году ему удалось отобрать у Тимуридов и Ак-Ордынских ханов присырдоринские города Сыгнак, Сузак, Ак-Курган, Узгент, Аркок. Города он раздал в виде уделов, поддерживающих его вождям племени. Это значительно укрепило авторитет Абулхаир хана. В 1457 году войско Абулхаира потерпело поражение от уйратов, вторгшихся в пределы юго-восточного и южного Казахстана. Хану Абулхаиру пришлось заключить невыгодное для него соглашение. Таким образом он потерял свой авторитет. В конце 50-х, начале 60-х годов XV века от ханства Абулхаира в западный Мургулистан откочевала часть племен во главе с султанами Жанебеком и Киреем. В 1468 году Абулхаир хан предпринимает поход, но в пути он заболел и умер. Приемник Абулхаира Шайх Хайдар 1468-1470 был убит в междоусобной борьбе многочисленных джучидов. С образованием Казахского ханства власть шайбонидов из рода Абулхаира на территории восточного Дышты Копчака прекратилась. Вся территория и население ханства вошли в состав Казахского ханства. Нагайская Орда, Мангытский юрт – крупнейшее государственное образование среди сформировавшихся в ходе распада Золотой Орды. Ядром Нагайской Орды стал Мангытский юрт – территория кочевий тюркского племени мангытов Междуречии Яика, ныне Урал и Эмбы. В конце XIV века Беклербек Едыге, происходивший из мангытов, собрал в этом районе основную массу своих соплеменников и образовал там удельное владение юрт. Формально возглавлял его сам Ядыге, но реальное управление осуществлял его сын Нураддин, затем брат последнего Гази, а после его смерти сын Нураддина Баккас. Баккас стал Беклербеком и ближайшим соратником узбекского хана Абулхаира из династии Шейбонидов. В 1480-х годах мангытский юрт, возглавлявшийся детьми Баккаса, обрел полную независимость. Его предводитель Муса с конца XV века стал править юртом самостоятельно. К тому времени вокруг мангытского ядра собралось много тюрко-кепчакских племен, которые стали обозначаться общим понятием Ногай. В русских средневековых источниках и в современной историографии мангытский юрт получил название Ногайской Орды. По своим размерам и численности население Ногайской Орды превосходило другие владения, образовавшиеся на месте Золотой Орды. О близком родстве населения Ногайской Орды и Казахского ханства говорил Шукан Валихана, назвав их двумя родными ордами. История Ногайской Орды теснейшим образом связана с историей соседних ханств по Волжье, Сибири, Средней Азии и Казахстана, особенно с историей кочевых узбеков и казахов. Ногайские ханы Уаказби, Мусамрза и Амбурчи приняли участие в походе Абулхаира в Пресардарьинские города. Присоединение Казанского и Астраханского ханств к России, а также междоусобицы во второй половине XVI века, привели к распаду Ногайской Орды. Ногайская Орда распалась на самостоятельные части. Часть вошла в состав Казахского ханства, а позднее младший Жуз. В результате распада государства Чагатаидов в юго-восточном Казахстане в середине XIV века появляется государство Могулистан. Основателем является Тоглук-Тимур 1347-1362. Территория Семеречия, восточный Туркестан, часть Средней Азии. Политическая история Могулистана наполнена феодальными войнами и междоусобицами, а также нападениями других государств. Тоглук-Тимур провел ряд административных, политических и экономических реформ. Ислам он использовал как орудие власти. В 1361 году он завоевал весь Маверонахар. В 70-80-е годы XIV века Эмир Тимур совершил около десятка грабительских походов на Магулистан. В 1371-1372 годах Тимур лично выступал в походе, захватив большое количество пленных и добычу. Вернулся обратно. В 1375 году Тимур дошел до Или через Сайрам, Таласскую долину, вглубь Семеречия. К концу 80-х годов сложился политический союз Магулистана и Ак-Орды против Тимура. В ответ на этот союз Эмир Тимур отправляет два военных похода. Первый в 1389 году и второй в 1390-1391 годах Ак-Орду и Золотую Орду. В результате изнурительной борьбы с агрессией Тимура Магулистан распадается на уделы. Хан Магулистана Кызыр-Кужа 1380-1399 вынужден был признать себя вассалом Тимура. В первой половине XV века на восточные рубежи Магулистана начались набеги уйратов западной части монголов. Борьбу возглавил уаис хан 1418-1428 годы правления. Он вынужден был перенести свою ставку из Турфана или Балык в Семеречье. После смерти уаис хана все более обнаружились признаки упадка Магулистана. В междоусобной борьбе победу одержал сын уаис хана Есен-Буга. Годы правления 1433-1462. В конце 50-х годов XV века в Семеречье откачевала из восточного Дэшты-Кыпчака часть родов во главе с султанами Жанебеком и Киреем. Есен-Буга хан выделил им земли в долинах рек Чу и Таласа, где они образовали казахское ханство. В начале XVI века государство Магулистан прекратил свое существование. В 60-х годов XV века племена Семеречия вошли в состав казахского ханства. Разные части формирующегося казахского этноса в середине XV века находились в трех государствах – на Гайской Орде, ханстве Абулхаира и Магулистане. Попытка соединения всех казахских племен в одно государство выпала на долю джучидов, Жанебека и Кирея, потомков урус хана. Об образовании казахского ханства мы будем говорить с вами на следующем уроке. А теперь перейдем к практической части нашего урока с целью понимания и закрепления нашей темы. Итак, задание. Заполните диаграмму Вена, выявляя особенности и общие черты государств Акурда, ханства Абулхаира и Магулистан. Давайте проверим себя. Итак, особенности. Ак-Орда отделилась от Золотой Орды. Ханство Абулхаира образовалось в результате распада Ак-Орды. Магулистан образовался в результате распада государства Чагатаидов. Общее между Ак-Ордой и ханством Абулхаира – это территория. Ак-Орда и Магулистан объединились против Тимура. Объединяет ханство Абулхаира и Магулистан война с уэратами. Все эти государства играли важную роль в образовании казахского ханства. Подводя итог нашего урока, мы можем сделать вывод. Обособление Дашты-Кыпчака из состава Улуса Джучи имело далеко идущие последствия. Формирование этнической территории казахского этноса и государственной территории казахского ханства. Наблюдается прямая линия преемственности между тремя государствами эпохи распада монгольских государств. Ак-Орда, ханство Абулхаира и Магулистан. На этом наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok